У нас есть очень хороший опыт. Я, Александр Валерьевич Мерзлова, хотел попросить выступить. Президент Ассоциации самых красивых деревень России. Отважаемые друзья, спасибо за приглашение. Я хочу сказать, что абсолютное большинство рыбаков и охотников едут не только и даже не столько ради рекордных трофеев и уловов, а сколько сменить обстановку, пообщаться на природе с друзьями, хорошо поесть и попить, узнать что-то новое и интересное о местных обычаях и традициях. Потому что мы хотим комплексного турпродукта. И это совершенно естественные человеческие потребности, которые лучше всего можно удовлетворить в наших самых красивых деревнях. Потому что в любом сельском населенном пункте охотники и рыбаки, как правило, находят места отдыха, жизнеобеспечения. Например, покупают продовольствие, ГСМ. Это пункты первичной переработки, вот таких трофеев, которые рыбу, дичь, они перерабатывают. В конце концов, это пункты безопасности. Потому что ФАПы, милиция, пожарные, все это там находится. И это очень важно, порой бывает. А самая красивая деревня России еще дополнительно привлекается своей самобытной архитектурой, укладами, гастрономией и пейзажами. Вот, допустим, в этом году мы ездили в Генеральную ассамблею во Франции, изучали политику сельского развития. И вот обратили внимание, что во всех странах рыбаки-охотники, как вы говорили, что это очень мощная фактически армия, там, 40-ка, вот миллионная, они играют колоссальную роль в политике сельского развития. И у нас сейчас в России будет приниматься новая программа устойчивого развития сельских территорий. Причем сельские территории, это не сельскохозяйственные, они включают и лес, и воду. Вот, и очень было бы хорошо, чтобы мы ушли от узкоотраслевого подхода, который не удался, так сказать, нашему метельхозу, потому что соцразвитие на селе только хуже и хуже. И чтобы вот охотников и рыболов привлечь, так сказать, в этот момент, мы могли бы вам, так сказать, передать определенный, так сказать, материал. Я просто еще по совместительству ругали центру сельских территорий и темирязики, поэтому извините. Без сельских территорий никак. Да, 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 да. Потому что охота и происходит, прежде всего, на сельских территориях. Скажите, как, Александр Борисович, скажите, пожалуйста. И хозяйство там расположено. И охотничье, конечно. Хозяйство. Деревня, так сказать, деревня, это полярный круг, многие думают, что полярный круг, это мишки и льды. А там, видите, самые северные в мире ветряные мельницы, то есть там есть сельское хозяйство. Там вот минус 54 было, так сказать, вот туристов принимали. То есть прием должен быть теплым во всех отношениях, сами, понимаете, коллеги. И одновременно местные, вот есть такой парадокс. То есть есть все условия для развития туризма, там и семга, и охота, и рыбалка. И в другой, потому что это поморы. Вот фильм, наверное, многие видели, счастливые люди о поморах. Вот это вот наши люди, вот наша деревня. Вот, собственно, они. Да, 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 очень хороший фильм. Но я вам хочу сказать, при этом местные жители браконьерят. С одной стороны, а с другой стороны, вот волки и медведи буквально атакуют вот эти деревни. Вот опять сейчас вот съели всех собак. Вот, это большая проблема, понимаете, в том числе, сказать, безопасности. И вот глава сельской администрации, сам охотник, сам охотник, вот он там буквально просто отбивается. Вот он не ходит на работу, вот он там вграуливает этих медведей, понимаете. Это можно было прекрасно организовать, но вот законодательные, скажем, моменты, которые мы сейчас обсуждали, не всегда нам вот позволяют. Только что мы отобрали новую деревню, она как раз в темы. Это хор Тагна, уже Иркутская область. Это такая типичная удаленная деревня, куда простой турист вряд ли приедет. Но охотники и рыболовы туда едут с большим удовольствием. А вот, Александр Ильич, вот так как у нас немножко уже время поджимает, хотелось бы узнать вот что. Вот понятно, что номинирование, да, вот такой деревни, вернее, инаугурация, она, так сказать, приводит к большому притоку туристов. Вот возможно ли, на ваш взгляд, развитие на базе вот такой вот сети, да, которая есть у вас, вы ее создаете, в том числе и, так сказать, наладить взаимодействие с теми же самыми охотхозяйствами, с теми же самыми, там, рыбопромысловыми участками, или кто там сейчас будет, да, и так далее. Вот, и насколько вы думаете, что это будет пользоваться спросом среди вот той аудитории, которая работает с вами? Вот, это вполне, сказать, возможно, это уже делается. Я хочу сказать, что, в принципе, почти все главы наших вот деревень, сами охотники и рыболовы, и организуют эти туры, поэтому милости просим всех. Но вот важны очень стандарты, вот, в частности, допустим, мы хорошо работаем с другой международной ассоциацией, федерацией крестьянское гостеприимство, которая сертифицирует места размещения туристов, причем не просто гостевые дома, а вот есть охотничьи заимки, рыбацкие домики, вот юрты в данном случае, в ту местную гастрономию, включая, там, дикоросов, рыбу, там, дичь. И это дает новую узнаваемость, понимаете? Ну, то есть, люди, которые едут, они должны знать, что их будет. Конечно, конечно. Александр Ильич, спасибо вам большое. Я вынужден прервать, значит, на самом деле, вот это такой опыт, мне кажется, его нужно распространять и в том числе на сферу, вот, и охотничью, и как раз к вопросу, может быть, это альтернатива вот тем самым агентам, которые сейчас... Да, ну, это тоже один из каналов привлечения, так сказать, туристов.